В Шимкенте создан специальный центр для улучшения психологического состояния учащихся. Причина, к сожалению, трагическая. С начала года в третьем мегаполисе зарегистрировано 10 случаев самоубийств среди подростков. Об этом сообщила на брифинге главный педагог города. В городе увеличилось количество случаев буллинга и самоубийств среди подростков. В связи с этим Аким подписал постановление о создании психологического центра. Сейчас ведется работа по формированию штата сотрудников. В этом году в первый класс планируется принять более 26 тысяч детей. На данный момент документы подали 25 201 ребенок, большинство из которых будут посещать государственные школы. В этом году планируется, что 13 школ перейдут на обучение в одну смену. Однако из-за роста числа учащихся нагрузка на школы продолжает увеличиваться, особенно в районах с высокой плотностью населения и многоэтажными домами. Школы вынуждены принимать детей сверх положенной нормой, что создает риск перехода на обучение в три смены, отмечает руководитель управления. Внутренняя миграция растет и ежегодно количество учащихся увеличивается на 7-8%. В 21 школе уже наблюдается высокая наполняемость и есть вероятность перехода на трехсменное обучение. Чтобы решить проблему нехватки школ в 13 населенных пунктах, присоединившихся к городу из Туркестанской области, ведется строительство девяти новых комфортабельных школ. По итогам прошлого учебного года качество образования повысилось на 5%. Кроме того, для обеспечения учащихся учебными пособиями было выделено 193 977 учебников. Поставка должна быть завершена до 25 августа. Шана Руоразова, Александр Храпивкин, информационная служба телекомпании «Отрар».